Всем привет! Это канал Амрион Абдулла. Сегодня я расскажу, как я купил пластинки. Пластинки разноплановые, пластинки недорого купил. Тем не менее, это очень приятная вещь и почему, тоже расскажу. Вот, понеслась. Увидимся! Начну с CD-диска James Last. Limit Edition. Limit что? Да, ну, как бы, это, в общем-то, пиратские диски, я так предполагаю, процентов на 99. Здесь очень хорошая подборка. Сами композиции шикарные, просто слушается на одном дыхании, но, к сожалению, пираты в этот раз не смогли подобрать звуковой тон, звуковой баланс. На некоторых композициях низких частот нифига нет, на других много. Ну, как обычно, сделали левый и задний, лишь бы денег побольше получить. Но имя James Last, это такое имя, что если я вижу, я мимо не прохожу. А вот и винил. Семеро молодых. Это очень старенький диск, буквально там 70-х каких-то годов. Коллектив из Югославии. И они очень интересно поют русские песни с таким акцентом. Но самое главное не в том, что вот они там поют хорошо. Это, конечно, они хорошо поют. И даже с акцентом это как-то кому-то даже не понравится. Но дело в том, что эти песни я слышал в своем детстве. И именно поэтому я такие пластинки в 70-х начала 70-х годов и 60-х просто с таким удовольствием покупаю в любом состоянии. Здесь состояние, конечно, ну так себе. Видите, все потерто. Такое все. Вот. И сама пластинка. Видите, когда мелодия так написана, это скорее всего 70-х годов. Уже ровно получается, это уже в 80-х начали писать. Вот. Если стерео, то скорее всего, да, 70-е. А если моно, то это может быть даже 60-х годов. Вот. Самые такие песни, конечно, здесь на этой пластинке моего детства. Это «Славьи поют, заливаются» и где-то еще какое-то... Нет. Остальное уже не вспомню по названию. Но слушал, мне понравилось. Если увижу еще когда-нибудь пластинку «Семеры смелых», даже в лучшем состоянии, не знаю, куплю или нет, если только дешево. Потому что, понимаете, я открыл, сделал небольшое открытие, что когда я покупаю пластинку, и она потерта немножко со щелчками, это даже хорошо. То есть, когда начнешь искать лучше, 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 то будет уходить вот этот вот флёр времени. И тот кайф, который ты получил от первой такой пластинки, потертой и запиленной, будет меньше, чем даже от дорогой в идеальном состоянии. Вот это удивительно, но факт. И многие аудиофилы признаются, что их первая система, какая-то самая там допотопная, монофоническая какая-нибудь радиола, звучала сто раз лучше, чем нынешние за миллионы рублей, потому что тогда они получали больше кайфа. Вот это я сделал небольшое открытие для себя, даже большое. Ружена Сикора или Сикора, или Ружена, или Ружена. Ударение непонятно, как ставить. Когда я вижу такую обложку, у меня немножко сердце ёкает, потому что именно на такой обложке я купил первого своего, свой диск. Ой, забыл как звать-то. Слушай, что такое с памятью стало? Это всё из-за компьютера. Слишком много шорта, смотрю. Кала Бильды, конечно же. Вот Кала Бильды. Тут был даже его портрет. И теперь на вот такие обложки я всегда внимательно смотрю. И Ружена Сикора для меня это всё-таки записи 40-х и 50-х годов. Для меня тоже что-то такое родное. Сердце Йоктула. Я её купил и не жалею ни капельки. По-новому для себя открыл вокал. Здесь качество достаточно хорошее. И, конечно же, я её услышал, видимо, в детстве, но ни одной песни не запомнил. Но Ружена Сикора рекомендую. Голос очень интересный. И именно с таким оттенком 50-х годов. Она поёт на русском языке, немножко напоминает американских джазовых певиц. Вот я очень доволен, что купил. Купил совсем недорого. Вадим Муллерман. Этой пластинки у меня не было. Поэтому я её купил, невзирая на то, что она, видите, вся пожелтевшая. И сама пластинка, конечно, в жутком состоянии, без конверта. Видите, какие-то надписи там, вся в царапинах. Но, тем не менее, этот Муллерман как раз здесь все песни моего детства. Гуцулочка, Кутрус не играет в хоккей. Ну и остальные тоже уже так, на втором месте вот эти две самые такие детские песни. Поэтому, если увижу ещё вот такого же Муллермана, в хорошем состоянии, скорее всего, прикуплю. Завидующиеся дирижёры. Евгений Светланов. Один из подписчиков мне как-то подарил Рахманинова CD-диски. Я очень доволен теперь, что у меня есть такие шикарные диски. И именно он сказал, что Евгений Светланов режиссёр, которого можно всего покупать, там у него всё отлично. И теперь я так и делаю. Если вижу пластинку CD-диск Евгения Светланова, дирижёра, сразу же её беру. Вот я здесь купил, в очень хорошем состоянии. Когда я послушал, качество, конечно, исполнения шикарное. Там просто, ну, заслушаешься. Поэтому я тоже вам рекомендую. Евгения Светланова, это как режиссёр номер один СССР. Равно как и Мравинский, он тоже номер один. Их нельзя делить на первый и второй. Это оба номер один. Остальные режиссёры уже, понимаете, ну, видимо, я их ещё не расслышал как следует. Вот. Но вот этих мне рекомендовали. Вот. Особенно Евгений Светланов. Это вообще что-то с чем-то. Какой-то в произведениях классических сразу же идёт свет. Понимаете? Свет. Это просто свет. Это шикарно. Песни цыган. Ну, некоторые люди цыган не любят. Понятно за что, что там они часто обманывают и так далее. Ну, часто обманывают не все цыгане, только некоторые. Некоторые поют хорошие песни, выступают. Некоторые вообще не обманывают, не поют. Просто живут какой-то своей жизнью. Мы даже не знаем про них ничего. Так и во всех народах всяких хватает. Но песня цыган, конечно, очень заразительная. И как только я вижу, что пластинка с цыганскими песнями, я стараюсь покупать. Я думал, что у меня такая есть песня, потому что эту картинку я где-то видел. Потом я вспомнил, где я её увидел в одном из магазинов. За такие пластинки с народной песней просили по полторы-две тысячи рублей. Выбор был там огромный. И вот, видимо, там я и видел вот эту вот пластинку. А я её купил буквально за 200 рублей или за 100. Что-то совсем дёшево. Очень доволен. Здесь как раз голоса очень хорошие. И настрой они такой задают. Прямо жизнерадостный. Довли Фэмли. Это 1975 год. Видимо, первопресс. Потому что начало 70-х это всегда вот на конверте. Вот загиб сделан снаружи. Потом стали внутрь подгибать. А тут вот снаружи вот этот вот бортик. Частенько они растрепливаются. Треплются, потому что друг к другу пластинки, как говорится, задевают. А потом додумались, что вот убрали. Но вот это вот признак, что это начало 70-х годов. Ну вот 1975 год. Здесь тоже песни моей, моего детства. Поэтому я что-то помню из этого. Даже тут вот они, синий платочек поют. Песни по Пури на тему Битлес. Ну, понимаете, я бы ее не купил, если бы не вот этот промежуток временной. Начало 70-х годов. Ну или середина там тоже захватывается. Это мое детство. И тут мне интересно все. А тут еще такое состояние хорошее. Цена была божеская. Там тоже по дешевке. Вообще красота. Я в одном месте просто пачку пластинок купил. Мне посчитали по 100 с копейками их. Я очень доволен. А выбрал я очень хорошие пластинки. Вот. Пластинка. Большой орган Рижского домского собора. Бах. И это интересно. В нескольких плоскостях. Первый. Бах. Это уже интересно сразу же. Орган. Большого. Рижского домского собора. Это тоже очень интересно. А самое интересное. Здесь видите. Олимпийский значок. Пластинок с олимпийским значком не сотни. Я имею в виду разновидности всяких выпусков. А буквально 10, 20, 30 максимум я думаю. Больше не выпускали. Здесь она в состоянии. Ну вот видите глянцево. Хороший. Единственное что. Оторвалось. Из-за времени клей. Отсох. И вот пластинки олимпийский. Олимпийского выпуска. Как и всегда делали с синим яблоком. С темно-синего цвета. Считалось высокое качество. Естественно их продавали на валюту. В березках. В первую очередь. Ну а потом все что осталось советским гражданам. Кстати музыка очень хорошая. Баха. Пламя. Вот купил пламя. Мой любимый коллектив. Это из самоцветов по-моему. Распались. Или не самоцветов. Не помню. Из песниров. Был такой распад. И вот часть певцов перешла в группу пламя. И вот почему-то этой пластинки у меня не оказалось. Синематограф. Это 1984 год. Как-то я ее пропустил. Как раз перед армией это дело было видимо. Я уже в армию собирался. Или не знаю. Может просто выпустили. Они же выпускали как в СССР. Выпускают какой-то некоторый тираж. Все расхватывают. Они опять выпускают. Все расхватывают. И когда уже там насыщается. Уже все нахватались. И только тогда в магазинах массово начинает появляться. Специально за пластинками я конечно не ездил. Но вот этот вот диск я пропустил почему-то. Не знаю. Что-то я даже и не помню такую обложку. Чтоб я ее видел. Ну естественно голоса там хорошие. Все отлично. Аранжировка. Даже вот. Помню что я эти песни-то вроде даже слышал. Может и была у меня пластинка. Но без обложки. Это уже трудно вспомнить. Но группа хорошая. Рекомендую. Вот здесь небольшая неудача произошла. Потому что когда я купил диск. Я смотрю обложка. Ну совершенно такая. Которая у меня нет. Это точно. Здравствуй песня. Естественно я ее сразу же купил. Восьмидесятый год. Но оказалось что у меня такая пластинка есть. Просто с другой обложкой. Вот. Так что я считаю что это ну немножко я погорячился. С другой стороны. Ну. Лучше пусть будет две хороших пластинки. Чем ни одной. Вот еще одна пластинка. Свободы захотели. Облачный край. Это рок. И я уже думал зря я ее купил. Но потом смотрю здесь Алексей Вишня. Думаю. О хорошо. Это все таки мой сосед. Мы с ним в одной школе учились. Он много старше меня. Думаю. Ну пусть будет. Потому что рок мне так. Ну сейчас с возрастом рок меньше нравится. Как правило. Ну не всем конечно же. Но эта пластинка более менее слушабельна оказалась. Я ее послушал. Нормально. Не то что там в восторге. Оформлено очень интересно. Такие картинки здесь нарисованы. Вот. Так что с удовольствием ее. Купил буквально вот тоже за 100 рублей. Это не цена за эту пластинку. Сейчас я посмотрел на в интернете. Она стоит. Ну просят вернее за нее. Не меньше 1000 рублей. И все еще это вот видите. ВПТО фирма Мелодия. То есть это все еще СССР. Причем выпуск 91 года. Под самый занавес. Запись 90 года. Когда уже эта вот ханалия началась с распадом. Моей любимой страны СССР. Все таки я ее до сих пор. Для меня она как будто бы не распадалась. Все до сих пор так и есть. Ой. Молодежь конечно этого не поймет. Машина времени. Лучшие песни. 79-85 год. Здесь интересный синтез. Стерео. Made in Latvia. Латвийский выпуск. Но здесь только обложка. К сожалению. Пластинки самой нет. Зато обложка в идеальном состоянии. Здесь даже есть вкладыш. Пластинку кто-то умыкнул. И вот вкладыш здесь видите какой. Тоже с картинкой. Один этот вкладыш. Уже я думаю. Теперь уже редкость. Потому что это уже выпущено не в СССР. А раз уж написано в Латвии. Значит это уже как минимум 92-93 какой-то такой год. Кстати, года тут почему-то не написали. Да, года не написали. Но зато есть видите. СП-02-0026. Это совсем маленький номер. Скорее всего это 91-й конец года. Или 92-й начало. А, вот, 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 вот. Тут что-то есть. Ух ты, 93-й. Это что же, выходит, что так мало выпускалось пластинок. 26 штук. 26 штук это СП-02. Был 0-0-1. Значит, тогда много выпустили пластинок, успели. Могли, вернее, выпустить. Но неизвестно, что этот символ обозначает. Просто не знаю. 93-й год. 93-й год это еще круче. Потому что чем дальше, тем меньше выпускались. Тиражи были маленькие. Но в Латвии, сами понимаете, там совсем крохотные тиражи. Страна крохотная. Вот, собственно, все, что хотел показать, рассказать. Так, анекдот, анекдот. Два коллекционера сидят вместе и перебирают пластинки на помойке. Один говорит, о, я нашел раритет. Смотри, здесь даже есть автограф. Тот говорит, ну надо же, как тебе повезло. И так сзади подкрался, ему незаметненько бутылкой поголожает. Чипок. Пластинку себе забирает. Тот такой очнулся. Че такое, в чем дело, не понимает. Тот говорит, все в порядке, не беспокойся. Это у тебя просто шок случился. Ты тут кричал, что какую-то пластинку с автографом нашел. Но тебе показалось. Это не так. Вот, смотри, вот что ты нашел. А ты от удивления просто в обморок упал. Вот. Блин, какой-то бред. Надо, пожалуй, посмешнее что-то такое. Вот действительно. На той же помойке сидят те же два коллекционера. Коллекционера ищут пластинки. На этот раз другой нашел пластинку с автографом. Говорит, смотри, какой раритет я нашел. У тебя такого нет, не было никогда. И не будет, потому что ты чмошник помоечный. А я великий коллекционер. Вот. Не выдержал. Как с ноги ему бахнул. Все-таки каратэ занимался раньше в СССР. Тоже не смешно. Давай третий анекдот. На той же помойке сидят те же два коллекционера. Оба нашли пластинки с автографами. Говорит, смотри, у меня какая, смотри, у меня какая. А давай меняться, давай поменялись. Ах ты сука, ты меня обманул? Тот говорит, нет, это ты меня обманул. У меня была такая хорошая пластинка с автографом. А ты мне подсунул какую-то такую фигню тоже с автографом. Но на самом деле это фальшивка. Тоже подрались. Ну вот, собственно, все. Надо спеть. Все-таки я пластинки слушаю, много интересных звуков воспроизвожу. Надо что-то попробовать спеть. Ну давайте. Это неправильно. Ну ты, блин, это я тоже не туда. Хотел что-то красивое показать. Не получилось. Надо красивое показать. Да, давай. Вот слушаешь, когда поют певцы. Вот вся песня вроде бы ничего. Возьмешь какой-нибудь кусочек, повторишь, фигня полная. И ты понимаешь, что эту фигню он и использует, но в песне почему-то получается хорошо. А когда ты там пытаешься чего-то такое изобразить, ведь в принципе ты поешь красиво и хорошо. И у тебя звук шикарный. А получается смешно, фигня какая-то. Вот так. Да, все-таки песня, композиция, великое дело. Даже крутые певцы, если поют какую-то фигню, понятно, что ты не певец, а говно. А вот только хорошая песня. Даже такой средненький певец. Приятно слушать. Ну да. Всем спасибо за внимание, что досмотрели до этого места. Всем желаю счастья, любви, здоровья, мира во всем мире, а также всего самого наилучшего. Всем пока-пока.